Хочу вам зачитать несколько сообщений, которые я получила в инстаграме. Мы обсуждали знакомство, если у девушки есть дети, двое или трое детей. И я высказываю свое мнение, что если у девушки трое детей, и когда она начинает рассказывать, что мужчина должен быть очень высокий, это должен быть скорпион, он должен быть пландин, младший, ровесник, целый список, перечень из качеств, которые она хочет видеть, что все эти качества нужно вычеркнуть и начать этот список с того момента, что мужчина открыт к знакомству, к женщине с двумя-тремя несовершеннолетними детьми. И девушке мой комментарий не понравился, она с ним не согласилась. Вот она пишет, это стереотип, мне кажется, придуманный недомущинами и завистливыми женщинами. Если женщина прекрасна и любит себя, и знает, чего и кого хочет, количество детей, родственников, собак или котов не будет помехой в нахождении своего счастья. Конечно, это удобная позиция, что я вот такая классная, и если мужчина настоящий, то полюбит меня со всеми моими детьми. Или как мне недавно девушка одна написала, что если мужчина настоящий, то он приедет ко мне в Днепр, несмотря на войну и так далее. Но есть еще такая вещь, как рациональность. И, конечно, в иллюзорном розовом мире наличие детей, бывших жен, бывших браков никак не должно повлиять на счастье нашей героини. Но это не так. А если перед мужчиной будет стоять выбор, допустим, на сайте знакомств, вбивая в поиск, искать женщину с одним ребенком, без детей или с тремя детьми, угадайте, кого он будет вбивать в поиск. Если мужчина обращается в брачное агентство и оплачивает услуги брачного агентства для того, чтобы его познакомили, ну, я за 14 лет работы не встречала ни одного мужчины, который бы обратился к нам со словами «Познакомьте меня с женщиной, с тремя детьми». Привет! Самый прекрасный, в кавычках, тип женщин – это вот такие вот разведенки с прицепом, которые, кстати, и не с одним даже прицепом, но им-то срочно надо богатого, красивого, шикарного, самого, блин, умного и самого лучшего. Они-то ведь достойны. Это, знаете, когда все детство мама тебе говорила, что ты ее принцесса, что ты самая лучшая, что ты самая прекрасная. В школе, возможно, ты была одной из каких-то там самых красивых девочек в классе, но в целом, по сравнению с другими, ну, ты, может быть, серединка. Но, имея хотя бы там одного ребенка и уж, не дай бог, больше, все равно в глазах мужчины ты уже не такая ликвидная. Но почему-то воспитание это говорит о себе. И где-то от голосок маминого того голоса из прошлого говорит «Ты принцесса, ты достойна лучшего!» И, соответственно, да, потом начинаются такие запросы, мол, я-то ведь достойна, но я-то ведь принцесса мамина. Поэтому можно мне, наверное, да, вот и принца какого-нибудь. И не важно, что ты роди детей. Если ты настоящий мужчина, ты возьмешь меня и с тремя детьми, и с долгами, и с кредитом, и с непогашенной ипотекой. И решишь все мои проблемы. Вот так.